Мухтар Аблязов Мухтар Аблязов Он не играет в такие игры Он действительно борется за народные интересы И это опять-таки все знают Уже сколько лет он в оппозиции И не просто в оппозиции А является лидером оппозиции Казахстана И не просто лидер, но и спонсор оппозиции А это чрезвычайно важно в наших сегодняшних условиях В условиях, так сказать, рыночной экономики И поэтому Аблязов, будучи и во власти, когда он был министром, другие должности занимал А потом он возглавлял БТА-банк Во всех этих сферах он проявил себя как очень умелый и талантливый менеджер Уже экономистом и бизнесмен И кроме того, надо сказать, что он шахматист А мы знаем, что шахматное мышление, кроссмейстерское, скажем, оно очень важно в политике И поэтому, конечно же, Аблязов мог бы, если бы у нас была другая система власти Нормальная, демократическая, открытая, свободная Тогда он, по-моему, давно стал бы уже президентом И наша страна была бы уже другой Естественно, от одного человека не может стопроцентно все зависеть Просто Аблязов бы работал со своей командой Которую бы подобрал соответствующим образом И мы знаем, кто мог бы войти в эту команду И тогда уже Казахстан сегодня Несомненно, если даже и не входил бы на данный момент в число промышленно развитых индустриальных государств мира Но был бы уже на подходе Ну, по крайней мере, не торчал бы, значит, вот в состоянии сырьевой экономики Как сегодня Когда все зависит от природных богатств, от Аллаха Это просто-напросто недостойно любого государства Государство должно развиваться не только благодаря тем ресурсам, которые предоставил Всевышний А прежде всего человеческому капиталу, интеллекту людей, уму и так далее У нас этого нет У нас идет просто-напросто разграбление природных богатств В угоду кучке узурпаторов власти во главе с Назарбаевым Он просто-напросто довел ручку, точнее, довел страну до ручки сегодня И мы абсолютно не защищены от всяких вот кризисов, которые то и дело грядут И поэтому, конечно же, это неудивительно сравнивать Вот если сравнить Назарбаева и Облязова Кто такой Назарбаев? Его же не случайно называют Качегаров У него образования нет Это человек, который просто-напросто, вот благодаря своим авантюрам узурпировал власть И вот ее не отдает в течение четверти века Вот и поэтому Казахстан в таком состоянии А если бы Облязов на таком уровне образования своего, свое мышление нормального, интеллектуального Возглавлял государством, было бы совсем другое дело Именно поэтому я и говорю, что Облязов именно в условиях Казахстана без Назарбаева Мог бы быть прекрасным президентом и вывести страну из того тупика, в который Назарбаев Казахстан загнул Субтитры создавал DimaTorzok